приветствую вас друзья сегодня 29 декабря 2018 года мы в очередной раз приехали на днестр попробовать поймать щуку все таки в последних 3 рыбалки что-то днестр дедушка днестр не сильно щедрый скажем так но сегодня мы попытаемся все таки поймать эту щуку сегодня я не один сегодня я сыном своим максимом и буду его учить ловить на отводной поводок одна из самых эффективных снастей для ловли судака щуки окуня поэтому надеюсь что сегодня у нас все получится друзья верьте вы или нет но с первого заброса у меня поклёвка это что-то неприятное надо это хочу посмотреть это надо хотел ловить на отводной поводок надо дай заброшу попробуешь как у нас дела обстоят с джигаловкой она раскинула сразу же моментально с первого раза 1 провод друзья такого зеленого цвета цветом машинного масла с вкраплениями красного и зеленых каких-то блесточек поймался к ящука друзья с первого заброса надо вообще вот наш куканчик наша сучка и не больно и хорошо сначала положим друзья супер вообще и так уже не только для максима но и для всех вас я покажу один из самых эффективных монтажей с отводным поводком для этого нам понадобится 2 литвушка флюрокарбон я использую 037 почти 04 то есть для щуки как раз то что надо то есть 0304 оптимальный вариант флюрокарбона которые используют для поводка который будет крючок с рыбкой у меня удилище тестом до 16 грамм поэтому грузила будешь тоже использовать грамм 14 не больше первым делом отрезаем порядка метра флюрокарбона это у нас как раз будет поводок привязываем узлом клинч макс тебе показываю что ты не знаешь все знают а ты не знаешь узел восьмерки нет это клинч раз потом сюда и туда мочим все узел завязываем лишний отрезаем вот у нас уже привязаны аккуратно и красиво все ты со стороны привязываем на культур клинчика в сетник привязываю его тоже тем же самым узлом вот у нас получился поводок с одной стороны вертлюжок с другой стороны крючок повторяем ту же самую операцию привязываем вертлюжок и с одной стороны грузила с другой стороны будем делать его на расстоянии порядка 30 сантиметров то есть вот так вот привязали мы наши грузила с одной стороны и с другой стороны вертлюжок теперь берем мы основную нашу леску на ее продеваем ввертлюжок который с грузилом вот в грузилах будет скользящий такой и к этому привязываем значит мы можем управлять как минимум четырьмя параметрами нашей снасти такими четырьмя параметрами мы можем удлинять или укорачивать длину нашего грузила то есть длину поводка с грузилом мы можем удлинять или укорачивать длину нашего крючка это два третье мы можем менять цвет рыбки и четвертое мы можем делать различную проводку во время вываживания рыбы то есть делать ступеньку либо там делать какие-то постоянные подмотки то есть разными вариантами пробовать приманить рыб друзья ну вот она на 16 готова то есть здесь грузила ходит свободно два вертлюжка вы видите да вот они и здесь поводок крючок ждем когда упадет смотри есть такая хитрость еще одна смазка для ловли хищника такая вот удар от фирмы корона она идет или специально для щуки есть для судака для окуня разное это пахнет ну такой рыбьим жиром понюхай приятно ну приятно неприятно а для щуки это как шоколадная конфета на новый год для маленького мальчика или девочки вот так помазываю и когда ты будешь тянуть вот эта смазка она создает след в воде и рыба будет обязательно чувствовать поэтому это и играется и ну да то есть и нравится цвет и нравится вибрация приманки и еще и не нравится запах то есть тут три в одном ну что друзья вот и у максов смотрите на кислый цвет аккуратно аккуратно не повреди щучку ее же надо будет отпустить она же маленькая ну смотри аккуратно зубы острые классно так что мама не горюй осторожно жаброй не задави ей ну друзья смотрите и у макса на то одной поводок плюнула щучка на такой кислый цвет такая красавица давай пускай 1 твоя щучка до 1 твоя щучка но друзья наш макс становится рыбаковым выручает на полу когда разбился термос приходится брать себе баллон чтобы пить чайный буфи будьте здоровы друзья изменяя только один параметр длину поводка нашего грузила вот я нашел компромисс оптимальный вариант это буквально 15-18 сантиметров который позволили нам на отводной поводок взять очередную щуку и это не может не радовать друзья друзья вот такое короткое видео наше об этом в одном поводке не бойтесь экспериментировать уверен что у вас все получится уменьшайте или удлиняйте глубину делайте длиннее или короче сам поводок меняйте насадки меняйте разные способы вываживания рыбы и он все получится по любому с моим сыном в первый раз он приехал половить щуку расскажи как тебе вообще очень понравилось когда тащил щуку показала что это очередной рецепт казалось что реально щука ну маленькая но хотя первое это уже хорошо положили начало общие впечатления рыбалки очень понравилось но когда я только приехал сюда я увидел грязь сколько мусора надо беречь природу хотя выбирать за собой да друзья берегите природу не разбрасывайте мусор забирайте все свои банки и пакеты и так далее все с собой бутылки там и так далее уже тысячу раз об этом говорилось и будет говориться постоянно будет говориться постоянно будет говориться да ну ты вообще как будешь ездить за мной рыбалку конечно если будет время то конечно но главное учебу не забывать друзья на этой прекрасной ноте хочется пожелать вам в новом году счастья здоровья любви удачи денежек побольше и вообще чтобы клевала везде и всегда и будьте с клёвом с youtube каналом все для клёва будьте здоровы и счастливы всем пока всего хорошего восстание чеши о счастливо друзья ну и в качестве по скриптума нашему видео хочу сказать маленькую бунту из которой в принципе вы все знаете но тем не менее не наступайте на свои и чужие грабли вот как мы в прошлый раз помните три шурика вытаскивали машину теперь решили машину оставить тихо 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 теперь решили оставить машину возле шоссе пешком наша рыбалка была рыбалка не выталкиванием машины поэтому друзья если совершать ошибки то не повторять их пусть они будут вам просто уроком или опытом в жизни